Исповедь блаженного Августина, епископа Японского, книга первая. Первое. Это свидетельство греха своего и свидетельство, что ты противостоишь гордым. Ты услаждаешь нас этим словословием, ибо ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Исповедь блажен. Или что, упознать тебя, и надо воззвать к тебе? Исповедь блажен. Ты дал мне, который вдохнул в меня через вочеловечившегося сына твоего, через служение исповедника твоего. Второе. Исповедь блажен. Господи Боже мой, уже ли есть во мне нечто, что может вместить тебя? Разве небо и земля, которые ты создал, и на которой создал и меня, вмещают тебя? Но без тебя не было бы ничего, что существует, значит, все, что существует, вмещает тебя. Но ведь и я существую. Зачем прошу я тебя прийти ко мне? Меня бы не было, если бы ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя ты и там. Если я сойду во ад, ты там. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы ты не был во мне. Нет, вернее, меня не было бы, не будь я в тебе, от которого все, через которого все, в котором все. Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне тебя, если я в тебе? И откуда придешь ты ко мне? Куда за пределы земли и неба уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне Господь мой, который сказал, небо и земля полны мною? Итак, вмещают ли тебя небо и земля, если ты наполняешь их? Или ты наполняешь их, и еще что-то в тебе остается, ибо они не вмещают тебя? И куда изливается этот остаток твой, когда небо и земля наполнены? Или тебе не нужно вместилище? Тебе, которое вмещаешь все, ибо то, что ты наполняешь, ты наполняешь, вмещая. Не сосуды, полные тобой, сообщают тебе устойчивость. Пусть они разбиваются, ты не вылишься. А когда ты изливаешься в нас, то не ты падаешь, но мы воздвигнуты тобою. Не ты расточаешься, но мы собраны тобой. И все, что ты наполняешь, целиком с собой ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить тебя, оно вмещает только часть тебя. И все сразу вмещает ту же самую часть. Или отдельное создание, отдельные части, большее-больше, меньшее-меньшую. Итак, одна часть в тебе больше, а другая меньше. Или же повсюду ты целый, и ничто не может вместить тебя целого. Что же ты, Боже мой, что, как не Господь Бог, кто Господь, кроме Господа, и кто Бог, кроме Бога нашего? Высочайший, благостнейший, могущественнейший, всемогущий, милосерднейший и справедливейший, самый далекий и самый близкий, прекраснейший и сильнейший, недвижимый и непостижимый, неизменный, изменяющий все, вечно юный и вечно старый. Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают. Вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь, творишь, питаешь и совершенствуешь, ищешь, хотя у тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, раскаиваешься и не грустишь, гневаешься и остаешься спокоен, меняешь свои труды и не меняешь совета, подбираешь то, что находишь и никогда не теряешь, никогда не нуждаешься и радуешься прибыли, никогда не бываешь вкуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не твое? Ты платишь долги, но ты никому не должен, а отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, жизнь моя, моя святая радость? И что вообще можно сказать, говоря о тебе? Но горе тем, которые молчат о тебе, ибо и речистые они мели. 5. Кто даст мне отдохнуть в тебе? Кто даст, чтобы вошел ты в сердце мое и опьянил его так, чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо свое в тебя? Что ты для меня? Жалься и дай говорить. Что я сам для тебя? Что ты велишь мне любить тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями. А разве это не великое несчастье, не любить тебя? Горе мне. Скажи мне по милосердию твоему, Господи. Боже мой, что ты для меня? Скажи, душе моей, я спасение твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего перед тобой, Господи. Открой их и скажи, душе моей, я спасение твое. Я побегу на этот голос и застигну тебя. Не скрывай от меня лица твоего. Умру я, не умру, но пусть увижу его. Тесен дом души моей, чтобы тебе войти туда. Расширь его. Он обваливается, обнови его. И есть в нем чем оскорбиться к зору твоему. Сознаю и знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме тебя, воскликну я? От тайных грехов моих очисти меня, Господи. И от искушающих избавь раба твоего. Верю и потому говорю, Господи, ты знаешь. Разве не свидетельствовал я перед тобой против себя о преступлениях моих, Божий мой, и ты отпустил беззаконие сердца моего? Я не сужусь с тобой, который есть истина, и не хочу лгать себе самому. Да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с тобой, ибо если воздришь ты на беззаконие, Господи, Господи, кто устоит? И все-таки позволь мне говорить перед тобой, милосердный, мне праху и пеплу. Позволь все-таки говорить к милосердию твоему, не к человеку, который осмеет меня, а обращаюсь я. Может быть, и ты посмеешься надо мною, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я сказать, Господи, Боже мой? Только что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту сказательную мертвую жизнь или живую смерть. Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых ты создал меня во времени. Сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя и не кормилицы мои наполнили свои груди. Ты через них давал мне пищу, распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем ты давал, а кормилица моим желание давать мне то, что ты давал им. По внушенной тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от тебя все благо, и от Господа, боего, все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя ты взывал ко мне и тогда дарами извне и в меня вложенными. Уже тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств, пока это было все. Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев. Сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я. Хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил и не мог. Потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким внешним чувствам не могли они войти в мою душу. Я обожахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог я, насколько мог, нечто подобное моим желаниям. Но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не понявли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободно не служат, как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы я узнал по тем, которых смог узнать. И что я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои. И вот в младенчество мое давно уже умерло, а я живу. Господи, Ты, который живешь всегда, в котором ничто не умирает, ибо прежде начало веков и прежде всего, о чем можно сказать прежде, Ты есть, Ты Бог и Господь всего создания Твоего. Стойки у Тебя причины всего нестойкого, неизменны начало всего изменяющегося. Вечен порядок беспорядочного и временного. Господи! Ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого? Радость моя, Господь мой! Был я где-нибудь, был кем-нибудь. Рассказать мне об этом некому, ни отец, ни мать этого не могли. Нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний. Ты смеешься над тем, что я спрашиваю об этом, и велишь за то, что я знаю восхвалять Тебя и Тебя исповедовать. Исповедую Тебя, Господи, небо и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни моей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по-другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. Да, я был и жил тогда, и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. Откуда такое существо, как не от Тебя, Господи? Разве есть Мастер, который создает Себя Сам? В другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет. Ты создаешь нас, Господи. Ты, для Которого нет разницы между бытием и жизнью. Ибо Ты есть совершенное бытие и совершенная жизнь. Ты совершен, и Ты не изменяешься. У Тебя не проходит сегодняшний день. И однако Он у тебя проходит, потому что у Тебя все. Ничто не могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как годы Твои не иссякают, то годы Твои сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня? От Него получили они облик свой? И как-то возникли, и пройдут еще и другие, и получат свой облик, и как-то возникнут. Ты же всегда один и тот же. Все завтрашнее и то, что идет за Ним, все вчерашнее и то, что позади Него, Ты превратишь сегодня. Ты превратил сегодня. Что мне, если кто-то не понимает этого? Пусть и Он радуется, говоря, что же это? Пусть радуется и предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя. Услыши, Господи, горе грехам людским. И человек говорит это, и Ты жалеешь его, ибо Ты создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе младенчества моего? Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе. Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что плача тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас, и разину в рот потянусь не то, что к груди, а к пищи, подходящей моему возрасту, то меня по всей справедливости осмеют и выбронят. И тогда, следовательно, я заслуживал брани, но так как я не мог принять бронившего, то было и не принято, и неразумно бронить меня. С возрастом мы искореняем и отбрасываем такие привычки. Я не видел следующего человека, который, подчищая растения, выбрасывал бы хорошие ветви. Хорошо ли, однако, было даже для своего возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы и ко вреду. Жестоко негодовать на людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию, потому что они не слушались приказаний, послушать о которых было бы губительно. Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку, он еще не говорил, но бледный с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю, какими средствами. Может быть и эта невинность при источнике молока щедро изливающего и при избыточном не выносить в товарища совершенно беспомощность, живущего одной только этой пищей. Все эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому что с годами это пройдет, и ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в возрасте более старшем. Господи Боже мой, это Ты дал младенцу жизнь и тело, которое снабдил, как мы видим, чувствами, крепко соединил его члены, украсил его и вложил в присущее всякому живому существу стремление к полноте и сохранности жизни. Ты велишь мне восхвалять Тебя за то, исповедовать Тебя и воспевать имя Твое Всевышнее. Ибо Ты был бы всемогущим и благим, если бы сделал только это, чего не мог сделать никто, кроме Тебя, единственный, от которого всякая мера, прекраснейший, который все делает прекрасным и все упорядочиваешь по закону своему. Этот возраст, Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого полагаюсь на других и в котором, как я догадываюсь по другим младенцам, я как-то действовал. Мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, присчислять к этой моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период этот равен тому, который я провел в материнском чреве. Если я зачат в беззаконии, во грехе питала меня мать во чреве, то где, Боже мой, где, Господи, я раб Твой? Где или когда был невинным? Нет. Я пропускаю это время, и что мне до него, когда я не могу отыскать никаких следов его? Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество? Младенчество не исчезло. Куда оно ушло? И все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слово, а мальчиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал память, когда взрослые называли какую-нибудь вещь, и поэтому слово оборачивался к ней. Я видел это и запоминал. Прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по всему естественному языку всех народов, слагающимся из выражения лица, подмигивания, разных телодвижений, звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать знаками, чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте, и мной часто слышимый принудил уста свои справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил. Я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших. Боже мой, Боже! Какие несчастья и издевательства испытал я тогда? Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует, слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били, старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить. Умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая от Тебя в меру сил своих, что Ты кто-то большой и можешь даже оставаться скрытым для наших чувств. услышать нас и помочь нам. Я начал молиться Тебе, помощь моя и прибежище мое, и взрывая к Тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым молился я, чтоб меня не били в школе. И так, как Ты не услышал меня, что было не во вред мне, то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключилось хоть что-нибудь плохое, продолжая смеяться над этими побоями, великим и тяжким, тогдашним моим несчастьем. Если, Господи, человек, столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, если, говорю я, человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыба, кошки и тому подобное мучение, об избавлении от которых повсеместно с великим трепетом умоляют Тебя, были бы для него нипочем. Иногда так бывает от некоторой тупости. Мог ли бы он смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя? Я и не переставал их бояться и не переставал просить Тебя об избавлении от них и продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении и в обдумывании уроков, чем это от меня требовали. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть. Из-за этого меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забава взрослых называется делом. У детей, разумеется, они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. А добрит ли справедливый судья побои, который я терпел за то, что играл в мяч и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную. Наставник, бивший меня, занимался не тем же ли, чем я. Если его в каком-нибудь вопросике побеждал ученый собрат, разве его меньше душила желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч и вверх надо мной убрал товарищ по игре. 10. И все же я грешил, Господи Боже, все в мире сдерживающий, все создавший. Грехи же только сдерживающий. Господи Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которой я пожелание моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был овладеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре. Я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзужило взглянуть собственными глазами на зрелище, игры старших. Тех, кто устраивает их, имеет столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих, и в то же время охотно допускает, чтобы они секли их, если эти зрелища мешают их учению. Родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. «Взгляни на это, Господи, милосердным оком, и освободи нас, уже призывающих Тебя, освободи тех, кто еще не призывает Тебя, да призовут Тебя, и Ты освободишь их». Я слышал еще мальчиком о вечной жизни, обещанной нам через уничижение Господа нашего, не сшедшего к гордости нашей. Я был ознаменован его крестным знамением и осолен его солью по выходе из слева матери моей, много на Тебя уповавшей. Ты видел, Господи, когда я был еще мальчиком, то однажды я так расхворался от внешних, от внезапных схваток в животе, что был почти при смерти. Ты видел, Боже мой, ибо уже тогда был Ты хранителем моим. С каким душевным порывом и с какой верой требовал я от благочестивой матери моей и от общей нашей матери церкви, чтобы меня окрестили во имя Христа Твоего, моего Бога и Господа. И моя мать по плоти с верой из Тебя, бережно вынашивавшая в чистом сердце в своем вечном спасении мое, в смятении торопилась омыть меня и приобщить к святым Твоим таинствам. Господи Иисусе, ради отпущения грехов моих, как вдруг я выздоровел. Таким образом, ощущение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы, оставшись жить, я еще больше вывалился в грязи. По-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в большую и более страшную вину. Итак, я уже верил, верила моя мать и весь дом, кроме отца, который не одолел, однако, во мне уроков материнского благочестия, и не удержал от веры в Христа, которого сам еще не верил. Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее ты, Господи, чем он. И ты помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо и в этом подчинялась, конечно, тебе и твоему повелению. Господи, я хочу узнать, если тебе угодно, с каким намерением отложено было тогда мое крещение, во благо ли отпущены мне были вожжи моим греховным склонностям, или они не были отпущены? Почему и до сих пор в ушах у меня со всех сторон звенит от слова то об одном человеке, то о другом? Оставь его, пусть сделает, ведь он еще не крещен. Когда дело идет о телесном здоровье, мы ведь не говорим, оставь, пусть его еще ранят, он еще не излечился. Насколько лучше и скорее излечился бы я, заботясь об этом и сам, и вместе со своими близкими, дабы сенью твоей осени, осенено было душевное спасение, дарованное тобой. Было бы, конечно, лучше. Какая, однако, буря искушений нависает над человеком по выходе из детства? Мать моя это знала и предпочитала, чтобы она разразилась лучше над прахом земным, который потом преобразится, чем над самим образом Божиим. В детстве моем, которое внушало меньше опасности, чем юность, я не любил занятия и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали. Меня, тем не менее, принуждали. И это было хорошо для меня, но сам я делал нехорошо. Если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. Спасибо.